Награды за талант отдаленным детям области вручили свидетельство о назначении именных губернаторских стипендий. В этот раз поддержку от государства получили 36 учащихся школ искусств региона. С обладателями премии пообщался наш корреспондент. В исполнении Арины Абрамовой фортепиано оживает. Девушка виртуозно владеет инструментом еще с раннего возраста. В 17 лет она является трехкратной победительницей конкурса имени Бендицкого. Губернатор области вручает ей именную стипендию. Я уже несколько раз получала эту стипендию, поэтому каждый раз какой-то новый уровень. Уже становишься старше, другие произведения, разная сложность. То есть определенный уровень выше. То есть каждый раз поднимаемся и поднимаемся. Губернаторская стипендия вручается в рамках фестиваля «Молодые таланты России». В этом году премию получили 70 детей области. Среди них учащиеся детских школ искусств и студенты профессиональных образовательных учреждений. Валерий Радаев лично наградил хореографов, музыкантов и художников. Стипендии, которые мы сегодня вручаем, это тоже поддержка государства. И отдача очевидна. Те, кто получал ее в числе первых, сегодня учатся в Московской консерватории, Российской академии музыки, дают сольные концерты в лучших столичных залах. Губернаторская стипендия выплачивается один раз в год. Размер ее составляет 30 тысяч рублей. Кандидатов выбирали из числа победителей международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов, смотров и фестивалей. Фестиваль «Молодые таланты» проходит в Саратовской области уже шестой раз. Это стало доброй традицией проводить его по осени. Фестиваль как раз является той площадкой творческого общения для молодежи и детей, которые обучаются в детских школах искусств, которые посвятили себя специальности в области искусства. В рамках мероприятия глава региона также ознакомился с творческой выставкой в фойе филармонии. На ней представлены лучшие работы студентов-стипендиантов Саратовского художественного училища имени Боголюбова. Валерий Радаев предложил организовать подобную экспозицию уже в стенах правительства.